Музей От других музеев наш музей принципиально отличается тем, что это музей истории евреев в России. Это первый музей после примерно 70-летнего перерыва. Есть и были выставки в этнографических музеях, но вот так специально, длиннаправленно сформированный музей истории евреев в России первый. Началось это все с выставки, которая была в библиотеке иностранной литературы, это был год тому назад, и на этой выставке мы и обозначили всю эту историю как проект еврейского музея. Мы совершенно не представляли себе, во что это выльется. Дело в том, что мы хотели сделать нестандартный этнографический еврейский музей, который есть во многих странах мира. Мы хотели показать, как взаимодействовало еврейское население Российской империи, а потом СССР с остальными народами, в каком окружении они жили, как складывались эти отношения и каким образом евреям, несмотря на очень серьезное ассимуляторское давление, запрет языка в какой-то момент удалось сохраниться. Структура музея в двух направлениях у нас. Первые три зала – тематические залы, образование и благотворительность, религия, семья, традиции, цикл жизни. И исторические, где в развитии, так сказать, показаны отношения евреев и власти, где показаны советские периоды, культура. И вы знаете, сам, окунувшись в эту историю, я начинаю смотреть какие-то вещи из своего детства, о которых я забыл, что это было. А сейчас вспомню. Неболее ценные экспонаты музея с точки зрения быта является сосуд для приготовления пасхального борща и какие-то вещи, связанные с еврейским бытом, просто ушедшим из жизни напрочь. Это пряничные доски, форма доеврейских коржиков праздничных. Это вещи, которые просто в обиходе нынче не встречаются вообще нигде, ни здесь, ни в Израиле. И какие-то совершенно невероятные вещи. В частности, это маленькая наклейка с посылки от евреев Мексики. И самое главное для нас важно получить какие-то вещи с воспоминаниями живых людей, которые становятся все меньше и меньше. Для меня огромное количество информации, оказавшейся, так сказать, через предметы, через их демонстрацию, просто было абсолютно неведомо. Неведомо. Какая-то тара инкогната для меня. Потому что я не считаю себя совсем необразованным, что-то в жизни читал, ну, коммунитарное образование по определению, но ничего из этого, большую часть, вернее, я не знал. Еще есть такое соображение, что вещи, к которым прикасалась рука людей, принесших это в музей, они в себе несут какой-то абсолютно непонятный заряд, позволяющий эти вещи рассматривать по-другому. Потому что они становятся говорящими. И это то, что дает аромат, это то, что дает фактуру, потому что живое свидетельство, оно бесценно, его невозможно ни с чем сравнить. Еврейская история заслуживает музея, по крайней мере, по двум причинам. Первая – это то, что на протяжении тысячелетней истории народ этот постоянно подвергался убийственным гонениям почти всю свою историю. А вторая причина – это то, что народ этот перенес все эти гонения, и тем не менее народ выжил и сохранил свою религию, свои традиции, память о своих пророках в религиозной традиции. Ну а мой отец, сказочник Лев Кустинов, говорил, кто из пророков окажется прав, тот и окажется пророком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok